Субтитры делал DimaTorzok Организатор онлайн-встречи – социально-культурный проект «Территория кино и телевидения». С орлятами в таком формате Андрей Малахов общается впервые, хотя сам телеведущий когда-то в детстве, в 1984 году отдыхал в центре в одном из детских лагерей. Тогда 13-летний мальчишка приезжал на международную смену. Расскажите, как вы туда попали? Я получил путевку в связи с тем, что победил на Литературной Олимпиаде в Мурманской области. Мне было уже много лет, ну то есть, не много, а в этом случае, мне было уже 13 лет, и я был достаточно переростком. А так как я уже был очень большим, то форма, которая предполагалась для орлят, мне уже не нализала, поэтому мне выдали форму, которую носили в ажар. Вот это я хорошо помню. Участники встречи – орлята, представители детского пресс-отряда. Все они в будущем хотят стать профессиональными журналистами, поэтому и вопросы ребята задают Андрею не только про его жизнь и творчество, но и про профессию журналиста. Известный телеведущий делится с ребятами секретами подготовки к интервью и говорит о том, как важно каждому человеку мечтать и стремиться к своей цели. Я часто смотрела Малахова, и прежде чем выйти с ним в контакт, я посмотрела некоторые его выпуски «Пусть говорят». И на самом деле мне очень понравилось, потому что, ну, на самом деле, очень классный телеведущий. И, скорее всего, поговорить с ним была, возможно, моя мечта. Потому что, конечно, из-за того, что не позволяет данное обстоятельство встретиться лично, хорошо, что у нас есть технологии, можно по видеочатству. Классно. В процессе беседы телеведущий вспоминает орлятское прошлое. Свой отряд вожат их первую любовь и о том, почему тогда его не посвятили в орлята. Встреча завершается общим голосованием. Все участники предлагают популярному ведущему присвоить звание орленок. И чтобы вручить значок, Андрея Малахова приглашает посетить детский центр. Я, правда, прям до слез меня расстрогали. Спасибо вам большое. С радостью, конечно, нужно вернуться, чтобы закрыть этот штат в моей биографии. Спасибо вам большое. Я думаю, что для него это приятно, потому что осадок с детства, то, что тогда не посвятили, все равно он остался. И я думаю, что внутри него сидит такая вот цель – приехать, вернуться, получить этот значок и с гордостью называть себя орленком, даже спустя такое большое количество времени. Продолжение следует...